Свет яскровый и рисованный Веснобарвный, с безлечью оттенков кольоров Особливо притоманное таке свитосприйняття дитям Сьогодні в нашей программе йтиметься про то, как фломастерами Можно отобразить на белом аркуши паперу всю палитру кольоров Створить неповторные образы Так, не олевцями и фарбами, а фломастерами Сегодня у нас будет урок графики с маленькими детьми Возраст от 5 до 9 лет Это особые уроки Это уроки не как со взрослыми Потому что графические материалы, которые мы применяем Это материалы, которые очень быстро рисуют Которые не вытерешь Которые очень яркие И дети очень любят работать яркими материалами И в данном случае мы используем такой материал графический, как фломастер или маркер Обидва слова запозичені з англійської Фломастер походить від фломастер Флоу означає стікати В самій назві позначена дія Фломастер – це прилад для писання та малювання за допомогою чорнил, що витікають з резервуара до наконечника з пористого матеріалу Такі багаторазові ручки почали випускати у 1951 році Маркер англійською мак помічати, залишати позначку Фломастер і маркер схожі за використанням, але не тотожні Фломастер призначений для створення декоративних малюнків, начерків Маркер використовують здебільшого для роботи з текстом або для малювання на офісній дошці Материал не дуже був распространен в нашій країні, він тільки появився в середіні прошлого века А в постсоветському пространстві вообще ближе к 90-м було не достатньо фломастера Але зараз, слава Богу, це дуже доступний інструмент, і діти дуже любят работать фломастерами І фломастери бувають як яркі, так і бледні, так і тонкі, так і толсті І с удовольствием карандаши зміняються фломастерами, тому що карандаши вже бледні, да, считаються для дітей І чим фломастери хороші? Тем, що, коли іми роботи, що не потрібно втирати, перерисовувати, думати, передумувати І дуже довго це робити, це дуже швидкі роботи, лінія одна задає тон всієї роботи І одразу видно, о чому думає дитина, і як він мисляє, як він свої мисля показує нам Це дуже полезно дітям, і я думаю, потрібно цим займатися Особливо корисні такі творчі заняття маленьким дітям, яким словами ще складно висловити свої почуття, емоції Сьогодні вибір фломастерів надзвичайно широкий Кожен може обрати на свій смак і за власними можливостями Існують фломастери з ефектами акварелі, для роботи по текстилю з додатковими ефектами Чарівні фломастери, що змінюють кольори Ось такі фантастичні образи відтворили у своїй уяві діти, виконуючи завдання – намалювати птаха Нас интересовала емоція, порыв, раскрытые крылья Як мінімум, як максимум, якщо ребінок може передати, що вона летить, то це чудесно Але так, як ісполняли роботи діти п'ятилетнього возраста, які ще не можуть зробити повноценно І тому раскрытых крыльів було достатньо Але потрібно було ще й вложити графічний смысл Какі-то графічні зображення тих же перьів, освіщення в птиці І щоб нічого не сливалось, щоб все смотрелось віддільно, кожен елемент птиці Смотрелось віддільно, все читалось лаконично іздалека, щоб присутствував графічний какой-то орнамент І діти справились, діти справились, тут, пожалуйста, работа п'ятилетнього ребінка, шестилетнього ребінка Мальчик Константинов Костя, це Алиса Рыбчук Я считаю, що тут любая, прекрасно, п'ятилетний ребінок, пожалуйста, це постарше Конечно, діти маленькі, фломастери ми брали флюоресцентні, щоб ціли були дуже яркі І, конечно, я просила родителей заготовити такі оттенки Ми почали з птиц, діти знакомились Ми розвиваємо цю тему глубже і глубже Тобто ми рисуємо тепері графічну собаку, яка фантастична, яка летить І маленькі діти зображають, естественно, з крыльями собаку Постарше я ще не знаю, вони тільки-тільки в процесі І в результаті ми графічну нашу роботу, яка буде виконана фломастерами Ми її вже зробимо пластилином, але це інша тема, це дуже дуже цікаво Ну що ж, завдання поступово ускладнюються Як з ним впоруються вихованці дитячої художньої школи, зараз зможемо поспостерігати Урок починається Больша тема у нас, форма йде, як ви пам'ятаєте І ми делали с вами птиц графічних, да, все делали, тут у каждого є работа І вот ми продовжаємо эту ж тему, ми тепер діляємо в графіці собаку, не птицю На птиці ми тренировались, тепер ми делаємо собаку, точно так же В графічному исполненні, яркими фломастерами Вспомінаємо, як ми це все делали, що ми делали сначала, що ми потім делали, да Сначала ми черним фломастером работали, потім цветними фломастерами работали, да Вот давайте изобразимо собаку только в движении Собака, которая летит, или собака, которая бежит У нее лапки подняты, или в стороны, ушки там, да, в разные стороны Чтоб ми видели, или ощущали, ощущали движение собачки Значит, собаку внутри мы показываем в орнаменте, как птицу, да, все точно так же, только будет собачка Если ты нарисовала большое тело, шея должна быть соответствующей Большая, она имеет толщину шея Потом здесь голова, здесь пасть, да, вытянутая, открытая пасть Ну-ка, вот это все очень маленьких размеров И лапки, лапки не стоят, а в разные стороны, она бежит Ты еще не придумала, как собака будет выглядеть, или уже придумала? Не придумала Не придумала? Угу Ну все-таки какие-то наметки есть, как? Да Да, ну как она будет выглядеть? Она будет лететь Каким цветом? Коричневой Коричневой? А орнамент какой? Яркая будет? Да Графическое решение Лапки – одна графика, хвостик – другая Что-то темнее, что-то светлее Вы уже знаете Во-первых, вот этот орнамент обведи Можно заливать черным Заливаем Здесь тоже Здесь Вот эти вот треугольнички можно заливать черным Видишь, сразу у собаки появляется контур Видишь? А так она бледная, бледная, бледная Ну-ка Продолжай Я рисую тему собаку Потом мы это будем на доске рисовать Потом залеплять пластилином Какую? Нет Некоторые бежат Зазнаемося, виконати завдання непросто Тут знадобляться як спеціальні знання, так і звичайне спостереження за тваринками у повсякденному житті Носик Уши Где же уши у собаки? Вы наблюдали за собачками, когда идете в школу или в садик, куда вы ходите? Вы должны наблюдать за всеми бегающими и прыгающими животными и летающими, которые вам встречаются на пути За птичками, за кошками, за собаками У нас дома собаки есть, я за ними наблюдаю У них как уши из головы Ноги из тела В общем, не сложно будет нарисовать? Нет У тебя локально одним цветом и мордочка, и хвостик Они должны друг от друга отличаться Где-то ты должна орнамент показать Мелкий Или тут, или тут Но так как тут у нас есть глазик, да, всякие мелкие, носик, чтобы не сливалось То, наверное, лучше где показать орнамент? На хвостик На хвостик Только такой, которого еще здесь у тебя нет У тебя здесь крупные полоски, крупные там кружки яркие Если здесь крупный орнамент, здесь будет маленький Маленький, да Какая твоя собака? Какой породы? Расскажи о ней и все Она огоньчая, быстрая, поэтому я таких люблю А ты, наверное, где-то видела такую породу? М-м-м, только по интернету У тебя есть дома собака или кошка? Нет, у меня есть кошка, муха Вот вам учитель говорил, наблюдать за котами, кошками Ты наблюдаешь? Да А что ты такого в них замечательного видишь? Ну, как они спят, там, я кормлю их, ухаживаю А какого цвета будет твоя собака? Пока же не знаю Ну, предполагаюсь, может быть, как-то Такая черно-белая, и черно-белая, с пятнами У меня немецкая овчарка А почему она немецкая овчарка? Ну, не знаю, мне эти собаки очень нравятся А почему красный ты выбрала цвет? Ну, не знаю, мне кажется, он более сочетается А где она, бежит? Ну, да А красный сочетается с каким цветом больше? И с розовым там, и с желтым тоже Ты эти цвета будешь использовать? Да Она гуляет где-то? Угу Где? В парке У нее больше примечательные ушки, потому что у нее от всех собак Здесь вот такие, как бы, как у совы вот здесь такие штучки Я хочу выделить тело Вот Тело тоже в орнаменте будет? Нет, оно будет не в орнаменте, а голова будет в орнаменте Птах у польоте, собака, який рухается Это лишь некоторые примеры реализации собственной фантазии и уявы Або спостережливости, вміння побачити у звичных вещах, предметах незвичное А батькам порада не бояться давать своим детям фломастеры Навіть, якщо четкие лінии залишаются не тільки на аркуші паперу Дети обязательно сначала должны испачкаться Они должны что-то покалякать, посмотреть, на что способен фломастер На язык обязательно Но ничего, это пройдет, когда ребенок остынет к этому предмету Ну, то есть, чтобы на себе его испылили, на стене И он будет прекрасно, потом просто покупайте бумагу разного цвета Продаются бумаги яркие, есть и красная бумага, и голубая, и желтая Вот ребенок будет очень заинтересован В наступной программе мы продолжим разговоры про фломастеры и маркеры Но дещо ускладнем завдание Субтитры создавал DimaTorzok